здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева благодарю за поддержку канала всех в это трудное время тема гибели шатунова кузнецова кузнецова естественно на первом плане еще не выяснили обстоятельства гибели юрий шатунова тут еще одно дело про которое громко молчат сми хотела сказать убийство но не скажу еще одна смерть легендарного композитора создателя легендарной группы ласковый мая сергей кузнецова выражаю соболезнования родным этого замечательного человека сегодня 13 ноября 22 года его похороны близким выражаю не всем соболезнования потому что среди близких могут быть те и наверняка есть те кто имел злой умысел близкие не всегда не всегда друзья тему злого умысла хорошо разобрал видеоблогер из страны нато болгарии фильме кто убил кузнецова специалист по токсинам и юра шатунов кремлевский киллер если убрать политическую составляющую про путинский режим то идеально разложено по пунктам что незадолго до смерти с кузнецовым стало тесно общаться сотрудничать по поводу написания его книги некая дама которая имеет отношение к медицине косметологии умеет ставить уколы я не буду называть имен будут только намеки потому что они регулярно постоянно пишут жалобы на мои фильмы все дамы некого бога бога кудрия вот поэтому я буду говорить намеками но те кто в теме они прекрасно поймут о ком идет речь но в то же время это не будет поводом для того чтобы придираться бесконечно придираться тогда она который имеет как бы отношение к партии единой россии либо к плакату этой партии потому что именно на его фоне у нее есть фото в соцсетях в открытых источниках что присылают мне зрители канала и мои друзья по соцсетям возможно просто нас фоткалась с кем-то из этой партии на фоне знака еда россии там где медведь а в нем есть белый козлик с бодающейся головой ну все это знают разобрано давным давно в своем расследовании невыясненных обстоятельств смерти юрия шатунова я предположила что там на даче в растунова или в том месте где был еще живой шатунов еще какое-то место называют куда его выманили вместо того чтобы ему лететь германию или просто отдохнуть вот и выматывающих концертов что там тоже была женщина вот общаясь в соцсетях люди в комментариях в том числе писали на том что возможно возможно это одна и та же женщина вот смерть кузнецова основателя группы незадолго до его смерти появляется и благоухают белые весенние цветы но не розы а ландыши которого светлого мая привет не ласкового а просто светлого мая из далекой советской песенки сегодня мне принес не букет из пышных роз ни тюльпаны и не лили протянул героб коты очень скромные цветы но они такие милые ландыши 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 светлого мая привет ландыши ландыши мои зрители пишут мне не та ли это женщина что могла быть на даче где стал умирать юрий шатунов полагаю что все может быть но мы ничего не знаем но все может быть если это злой умысел то по закону криминального жанра шершеляфам нужно своя женщина которая в теме которая знает кое-что по медицине достаточно чтобы дать некие лекарства которые могут так или иначе повлиять на работу сердца или спровоцировать тромб как например у историка александра владимировича пыжикова произошло когда он сообщил своим подписчикам что на счет нашел неопровержимые доказательства в архивах о том что романовы цари романовы самозванцы на руси и привет тромб а сколько было планов как у кузнецова как у шатунова то есть как только какая-то серьезная или сенсационная информация или вот-вот готовы предоставить какие-то доказательства чей-то нехорошей жизни так бац и тромб или сердечный приступ так и в случае шатуновом кстати катя гордо намекнула что шатунов и кудряшов сказали ей что они много знают о дядях любителей детей о том что тогда творилось в 90 я говорю своими словами о видео интервью с катей гордо он есть в открытом доступе катя сказала что есть некие высокопоставленные чиновники и что надо начинать хотя бы с одного случая но выявить это чтобы все посыпалось как случае с эпштейном и его чудо островом вспомнить или наберите погуглите кто такой эпштейн и его остров что следователи знают эту ситуацию но чиновники слишком могущественные поэтому все молчат в тряпочку то есть люди погибли за то что собирались раскрыть некую информацию возможно каких-то конкретных людях ну или нелюдях которые скрываются под званием люди вот бехтерев то же самое свести все дело лишь к выигрышным судам и деньгам в случае шатуновым и кузнецовым слишком мелко это мое субъективное мнение это отмашка исполнителям дешевт за работу не выполнить этот заказ они не могут потому что ну мои фантазия сами замешаны и рейтся у них пушку нравится не нравится терпи как говорится жаль искренне жаль сергея кузнецова так и хочется сказать их кузя кузя пригрел что называется проверим свежую статью московского комсомольца от 11 ноября 2022 года статья называется подруга автора белых роз кузнецова рассказал о его последних часах опять-таки чтобы не было каких-то жалоб на канал потому что там есть фото кузнецова с той самой женщиной которая видела его последний живым ну получается так вот по всей информации которые есть некая женщина с цветочным именем увидела его последним живым передачи у малахова она сказала что она уехала в пять утра так всю ночь они сидели музицировали есть фрагмент этого видео я показывать это не буду потому что это есть у дэни на канале это есть в интернете это скорее всего во всех чатах кто занимается расследованием это эти кусочки видео этой женщины с цветочным именем весеннего цветка есть поэтому я не буду повторяться вы понимаете на что я намекаю и получается что она видела последние и дальше мама там только увидела уже мертвого своего сына но то что эта женщина была не одна и то что на видео их кто-то снимал то есть там был кто-то третий кто третий опять-таки не говорится точно так же как в случае со шатуновым нам абсолютно никому не сказано что происходило на той некой даче и кто там был то есть какой-то полицейский вроде бы был какой-то друг а может быть не друг кто там был еще стали последнее время светиться и вылезли в эфир что называется некие адвокаты опять-таки не буду называть фамилии потому что вы их все знаете тоже с цветочными именами но только уже все синими голубыми цветки такие есть или имя которое есть у товарища царя грозного производные от имени вот сама называть ничего не буду только намекаю еще какие-то адвокаты у кузнецова свои какие-то адвокаты которые тут уже пишут и обращают что завещание будет только вот третьим лицам прям прям угрозы такие ну в общем полезно оно полезно его полезно столько что еще говорю не успел его тихнуть что-то новым как уже полезло это все с кузнецовым кузнецов по всей видимости предвидел эту ситуацию предвидел но оставил он где-то информацию смог оставить или нет пока не ясно потому что естественно если его подбирались и так чтобы к его наследству значит не должно было остаться ничего не прекрасно понимать что должны что надо так почистить зачистить всю эту информацию чтобы никто не смог претендовать на эти песни вот кстати жил человек жил человек талантливый до писал песни бог ему дал вот это бог дал посмотрите сколько упырей вокруг сколько этих кровососов этих вурдалаков которые паразитов бездарей которые есть никто и звать никак они ничтожество но они присасываются всегда к таланту и вот особенно к добрым людям которые в общем-то и защитить то себе не могли даже если уж шатунов не смог себя защитить довольно сильно еще крепкий не смог вырваться из этой удушающей вот кто его окружал потому что ну понятно что его окружали те кто его довел до этого состояния там близи близко никого не было никто не допущен то же самое получается и с кузнецовым и даже мама не помогла может быть они тоже запуганы трудно сказать но это вообще что-то такое непомерно и главное молча следственный комитет да и только говорят какие-то сми которые непонятно на каком основании не говорят и то что как правильно уже заметили блогеры диагноз был поставлен до того как вообще что-либо было озвучено то есть они заранее уже сказали диагноз который должен быть потом озвучен опять-таки никаких расследований ничего то есть настолько выпиюще и это на фоне того что происходит сейчас военная операция и здесь вот творится такой беспредел вот в россии то это что происходит мы просто вопросов масса вопросов что происходит ну ладно оказывается ковид виноват озвучена официальная причина смерти основателя ласкового мая сергей кузнецова кем озвучено кем озвучено продажные сми кем вами что ли озвучено вот 11 ноября основатель ласкового мая неожиданно ушел и жизни 7 ноября день смерти мамы юрий шатунова на и они уже посчитали на сто тридцать седьмой день 13 числа похороны 7 он умирает сто тридцать семь дней после смерти юрия шатунова ну молодцы но но любит цифры но любят эти ребята цифры чем будете говорить что здесь нет масонского следа когда они сами все себя показывают они сами реперные точки свои показывают днем он разговаривал с друзьями и коллегами был воодушевлен после сольного концерта а в конце дня просто рухнул на пол и уже не встал вот идите уже другая версия у нас появилась в конце дня просто рухнул на пол а перед этим только говорили что 14 часов а теперь уже в конце дня а мама говорил что за компьютером был здесь сколько как и у бехтерева причина смерти начинается разные разные версии для чего для того чтобы внести разброд и шатание то есть это говорит о том что расследовать это дело никто не собирается основную причину скажет заткнитесь вот мы вам эту причину дали все молчите все тряпочку и так сказать а мы будем подгребать наследие вот этого гениального человека и другого гениального человека юрия шатунова все а всем молчать боятся официальную причину смерти раскрыли в эфире шоу малахов ну прям раскрыли в шоу малахов на телегра на телеканале россия друзья и коллеги кузнецова сообщили что у него оторвался тромб друзья и коллеги давайте поставим в кавычки слово друзья врачи не смогли бы ничего сделать даже если бы были рядом после вскрытия медики уточнили информацию кончить кто вам сказал где медики где медики какие медики вот просто извините меня болтовня хочется сказать матом но нельзя окончание основатель и ласкового мая казалось что его состояние заметно ухудшилось год назад после принесенного коронавируса но надо же вот как выгодно да как выгодно это вообще очень удобно удобная вещь вот это вот кавида бисе просто удобная жаль что она сейчас для них жаль что она сейчас как бы не продлилась представляете можно вообще моментально все списать на это и главное моментально кремировать но вот сейчас уже посмотрим как это все будет если еще и кузнецова кремировать это будет просто весело причиной смерти стал оторвавшийся тромб который вот эту эту сказали же сразу не успел еще не труп что называется остыть не успел еще никакая экспертиза нигде ничего а уже жена адвоката кузнецова она уже сказала что оторвался тромб то есть они уже заранее подготовили подготовили эту информацию для судебной экспертизы на самом деле никто не видел эту судебную экспертизу они просто извините меня врут просто говорят неправду по его словам кузнецов последнее время ни на что не жаловался и хорошо себя чувствовал поэтому его уход для всех стал настоящим шоком вот думаю что не для всех но только для тех кто действительно не ждал вот такого подвоха а те кто его готовил конечно же он шоком не было им просто нужно было чтобы все прошло гладко и чисто без задуринки и так сказать что само убился ну само произошло просто а так все хорошие белые пушистые вокруг самые настоящие друзья коллеги все просто идеально ну так вот ну бывает с кем не бывает тем более человек все таки уже и пожилой и выпивал и там у него каких только болельщик нету ну здесь уже как бы не о чем и говорить здесь само собой здесь списать можно на что угодно видите все таки списали опять на вот эту бяку бяку которая от от мышей якобы от китайских произошла сейчас друзья и родные занимаются похоронами так вот а кстати вопрос по поводу друзей и родных вот кто конкретно занимается похоронами вот знаете есть такая версия о том что похоронами как раз таки занимается тот самый бог бог кудря вот как бы есть такая информация но насколько она верна я не знаю это просто мне пишут люди а вы может быть многие поклонники фанаты сергея кузнецова юрия шатунова может быть вы узнаете лучше кто занимается похоронами и еще вопрос кто занимался концертами кузнецова вот говорят что тоже тот самый бог и его адепты его адепты женского рода они очень и очень очень адепты они набрасываются на всех в чатах они лично мне угрожали писали всякие гадости эти приходили эти базарные бабы и орали просто грязными грязными ну какая как обычно потому что это их суть они орали вот всякие угрозы это еще когда с юрой что-то новым было но в общем то неудивительно поэтому настоящие люди вот честные люди надо узнать кто занимался концертами если это действительно тот самый бог кудря то собственно говоря все очень даже очень даже складывается для будущих следствий потому что сейчас следователи молчат получается так молчат и ничего не хотят говорить и в общем то ничего особо расследовать не хотят хотя наверняка наверняка там есть честные порядочные люди но пока наверное страшноватым известно что мэр города сергей салмин принял непосредственное участие в организации прощания который пройдет 13 ноября автор хитов ласкового мая свое последнее пристанище найдет на кладбище для почетных граждан оренбурга и главное как есть анекдот не забудьте позаботиться о жене и детях покойного и не забудьте позаботиться о жене и детях покойного ну что же вот так ребята вот так собственно говоря наши дорогие наша замечательная елочка сергей вот так не не смогли бы вырваться из этого из этого круга упырей вампиров не дали они вам дожить свой естественный жизненный цикл не дали прервали ваши жизни ну что же бог им судья настоящий бог вселенная которая как известно в кости не играет и мельница богов медленно перемалывают тщательно поэтому ну что же всех денег с собой не унесешь они видимо думают что они бессмертные но они не бессмертные и с собой на тот свет точно так же как вот вот эти люди они оставили они оставили свое наследие упыри которые решили убрать их физически и отобрать это наследие и собственно говоря жить за счет этого то есть монетизировать его именно то они с собой на тот свет ничего не унесут это тоже абсолютный факт который еще пока никто не смог отменить никакие власти никакие высокие чиновники никогда не в таки времена это абсолютный вселенский факт ну продолжаем возвращаемся у нас к некой даме подруги новоявленной сергей кузнецова с цветочным именем все бы ничего если кузнецов был сейчас жив можно было только порадоваться за него молодая сочная женщина прижимается правой грудью к плечу кузнецова давайте картиночку посмотрим а левой ручкой трогает нежно пальцы его руки ну романтика очень мило трогательно если бы не последующая смерть одного из этих двоих а именно мужчины здесь на фото мудрые люди женщины сразу отметят что персонажи дружат что называется организмами или близки очень близки но у кузнецова есть жена официальная но она в другом городе ох пошли повторы у бехтерева жена жила на даче тихий берег петербурге у него была нежная помощница на 30 лет младше берта яковлевна у юрия шатунова жена в германии здесь москве тоже есть некая женщина фанаты ее называют еленой и даже женой и даже ей приносили свои соболезнования в чатах они светлане а некой елене это все было и я тоже это проговаривала своих фильмах и кузнецов не стал исключением в этой режиссуре жена далеко а подруга ну что познакомились видимо на похоронах шатунова я предполагаю а подругой стала за месяц до его смерти смерти кузнецова ну что говорить про сергей кузнецова совершенно простого бесхитростного человека да еще со своими слабостями привычками если даже матерый гипнотизер академик врач психиатр международная известность попал на ту же самую ловушку ландыши ландыши светлого мая привет нежные пышногрудые такие ласковые и уютные помощницы с большой пышной грудью эти лисы которые гладят по шерстке заходят со спины и напирают грудью греют воротниковую зону это родительская зона и несчастная жертва как правило мужчина млеет и ничего не может с этим поделать так хочется ласки и человеческого женского тепла сколько их пало смертью в таких ловушках а затем на лесу алису оказывается было переписано имущество или интеллектуальные права правильно составленное завещание а также обобраны и оклеветаны дети и ближайшие родственники после смерти бехтерева например писали дети его что берта яковлевна это та самая молодая помощница жена стала незадолго до смерти неожиданно разбогатела у нее появились дорогие украшения одежда и деньги эти ласки со смертью которые приходят к пожилым одиноким мужчинам видим милой обволакивающей помощницы по хозяйству или по написанию книги например но не важно помощницы коллеги подруги эти игры со смертью это жестокие игры мужчины будьте бдительно особенно если вы в возрасте не впадайте в детскую вот эти иллюзии о том что на заре вас полюбила пышногрудая блондинка особенно если у вас есть интеллектуальная собственность на много миллионов рублей или даже долларов если у вас есть недвижимость и так далее не верьте вас обманут и скорее всего отправят к прадцам это классика жанра а барыш будут делить с молодым сильным своим настоящим любовником а теперь он перейдем информации по тем комментариям которые мне присылали по поводу майского белого цветка ландыш от лирики к делу и тем фактом что удалось собрать поклонникам творчества кузнецова шатунова и то что я добавлю блогерам которые уже озвучивали эту тему новая подруга с цветочным именем знакома и с криворотом и с бывшим директором юрий шатунова а также с клавишником никаким писателем она не является медсестра косметолог есть фото со шприцом есть фото спец одежде по ковиду рядом машина помощь близко да боже упаси такую фею в белом ковидном халате и такую помощь диагноз сми озвучивает что в случае с шатуновым что в случае с кузнецовым о перенесенном ковиде год назад и тромбе до вскрытия то есть до вскрытия до специальной экспертизы официальных источников нет есть какие-то интернет сайты хорошо что во времена бехтерева не было ковидло а то бы ему и и и приписали тем более вот тоже кремнировали очень быстро а шатуновском вообще смешно говорил на камеру плачущий его директор что юра просил сожгите меня а директор который как говорят те кто близко знал ситуацию переболел этой этой болячкой в гораздо более сильной форме и что-то не писал завещание чтобы его сожгли ну да ладно еще вопрос на засыпку еще раз повторяю кто организовывал концерты сергея в оренбурге орске не тот ли и п по странному течению совпадает обстоятельств однофамилец нашего директора юрия шатунова и п вот такое совпадение бывает и п которая зарегистрирована сразу же после смерти юрия шатунова тогда если все это подтверждается и там знакомые нам и п который оформляется сразу после смерти шатунова и тот же адвокат и его жена и та же группа поддержки которые в захваченных чатах шатунова кидается на всех кто говорит про расследование гибели то есть ведут себя как адепты секты с башком кудри то значит это продолжение продолжение одного сценария и смерть юрия васильевича шатунова была только при людей к следующему и как правило эти обе смерти до появляются проходят до окончания выигрышных судов что у одного что у другого они должны были выиграть суды у криворотова и накануне за месяц до окончательного вынесения решения суда выигрышного уже выигрышного все к этому шло вдруг они неожиданно умирают то есть вот если бы они не умерли то они выигрывают суды что один и другой и все их права полностью возвращаются им там уголовное преступление по подделке документов у криворотова у него уже мало то что расстрельная статья но еще и подделка документов за многие многие годы и естественно у кого самый главный мотив кому выгодно всегда вопрос кому выгодно но почему молчат следователи потому что криворот из америки или откуда там он считает себя самым могущественным и пишет о том что он такой великий и могучий то есть у него мания величия и у него вот это вот звездные болезни или что там у него оно очевидно просто поперло и человек человек уже превратился в какого-то монстра прошел что называется по трупам об этом написал сергей кузнецов незадолго до своей странной смерти еще информация про правильное завещание тоже в интернете зачем втиралась доверие некая теплая подруга подписывать книги а может быть там среди книг и завещание ненароком затесалось и он подписал это завещание что она там делала до утра и вообще он уехала действительно он был жив или он уже не был жив а был уже мертв большой большой вопрос когда на самом деле его обнаружила мама это большой вопрос и в этом в этих угрозах в интернете от жены от жены адвоката кузнецова о том что родственникам ничего не достанется достанется третьим лицам что ни жена не дети не мамы ничего не получит а получит какие-то третьи лица чего это вдруг это уже но это уже но такой вызов даже законам российской федерации наследственное право есть есть закон о наследстве наследниках первой очереди это что за за выплески такие причем это как как будто жест отчаянно это крик отчаяния а это вот на последнем издыхании что ли вот это вот все истерика какая-то у них уже такое такое впечатление что это уже какая-то истерика они уже вошли в азарт и вот все это происходит нагло по одному и тому же сценарию сколько боли в глазах сергея кузнецова сколько эти упыри выпили крови у него и у шатунов и у других ребят и одна личность несмотря на то что идет по трупам и есть все сходит с рук и уже висит расстрельная статья еще советских времен но видимо за столько лет уже пообвыкся и вот она безнаказанность и уже вот уже себя кощем бессмертным чувствует что хочу то и врачу давайте по комментариям кузнецова шли угрозы меня только что посетила такая мысль эта ядовитая девушка что велась возле сергей не могла повторить трюк с подписью как случае скриво ротовым они же сергеем якобы книгу писали и редактировали вместе и т.д. и т.п. подпись мог свою поставить на рукописи например эта мадам воспользовалась моментом вернее для этого и была внедрена к сергею еще и подлечила ему маленько а когда выполнила свое задание рано утром улетела в своя си а с подписью сделали соответствующий трюк второй раз вот и получилось что мавра сделал свое дело мавра должен уйти так и вышло еще кузнецова шли угрозы что его уберут он сам писал об этом еще в декабре 2020 года после того как по его заявлению было возбуждено уголовное дело в отношении разина заявление потерпевшего он публиковал на своем сайте еще тогда тогда же пошли угрозы от криворотова в адрес шатунова поклонники все стояли на ушах делали посты хэштегами верните имя шатунова год ушел на развитие событий и вот итог следующая у юры ковид и тромб в кавычках пишут у кузи ковид и тромб у кудри чего юра ковидом легкой форме переболел а кудри шел в тяжелый ничего жив здоров упитан и румяна далее про дневник юры интересно прошла мельком информации о дневнике юра где он неизвестный и копии юры вроде сделал тоже наверное юра все-таки предчувствовал такой уход событий если действительно вел дневники и тем более спрятал его в каком правда он варианте если есть на носителе скорее всего не бумажный вариант а впрочем вот только зря не сергеем озвучили свои планы раскрытия тайн lm это вообще непонятно как они могли так подставиться ведь оба уже поняли что такую шоу-бизнес царством вам небесные золотые наши драгоценные опустила без вас земля это точно нам повезло что мы достаточно долго прошли вместе с вами такие непростые времена и вы нам очень помогали переживать их перипетии согревали нас теплом своего творчества и существования свет которые вынесли этим помогал нам сохранить душе главная любовь и добро надежду на лучшее вечная светлая память вам ангелы воплоти никогда не забудем вы на всегда останетесь в наших сердцах любим помним скорбим безутешно еще юрий шатунов доказал суде рф от 9 06 22 года что договор между кузнецовым разином был подложным то есть не действительным разин подделал документ а это преступление следующим был бы суд на возмещение моральных материальных компенсаций юрия шатунова это десятки миллионов долларов я уже это озвучила этот мотив ну что это может быть мотивом в том числе еще один комментарий валентин уже много раз говорю ну кто-то писал валентином много повторяешь еще с июля месяца наследник худря у него абсолютно все что принадлежало юре начиная с личных вещей и заканчивая недвижимостью творчеством кузю обработали сразу после смерти юра адвокат с цветочным именем синего цветочка такого красивого ездил в оренбург а привез сергей в москву на прощание с юрой ну что тут несложно догадаться какие меры были приняты этой четой с цветочным именем цветочной фамилии по любому все уже давно оформлено так как нужно этой банде и уже миллионный раз повторю что никакой светланы не существует поймите вероятнее всего следующей жертвой будет именно этот мифический персонаж светлана ну или не мифический осталось чуть больше месяца кудре нужно будет как-то выкручиваться с наследством как он объяснит что все принадлежит ему вот такое мнение это мнение это я просто читаю комментарии которые скрины мне в том числе присылают люди и еще кузнецов очень сильно переживал что стал рабом обстоятельств сказал про бронхит перед концертом кузнецов написал о том что юра переживал о том что стал рабом обстоятельств и сказал про бронхит перед концертом а бронхит а бронхит может быть и от химического радиоактивного воздействия понимаете вот если версия с облучением она верна и если его чем-то облучали то это в том числе может человеком испытываться как недомогоней как бронхит тело сожжено но жалобы на бронхит могли бы дать понимание если бы были исследования исследованы альвеолы легких и если в теле могли оказаться показатели облучения и радиации либо другого химического внешнего воздействия но на сегодня все дорогие мои зрители благодарю вас за внимание вот честно говорю мне уже надоела эта вся мафия вот ну ясно и понятно мне мне вот ясно и понятно но они опять убивают на мой взгляд это моё субъективное мнение я подозреваю потому что она вписывается в те же самые сценарии и слишком очевидны мотивы по крайней мере для пары персонажей я не знаю почему они не очевидно либо очевидно но по какой-то причине они это не озвучивают молчат и покрывают получается получается они становятся соучастниками становятся соучастниками если это действительно так мы не ошибаемся возможно мы ошибаемся время покажет ошибаемся или нет а всех благодарю вас за внимание огромная огромная благодарность поклонникам юры и сергея о том что вы бьете тревогу бьете в колокола и не даете спокойно спать упырям паразитам которые убрали жизни замечательных людей и хотят отобрать их наследие отобрать так чтобы их даже не было эти какая ненависть должна быть или зависть или что там чтобы даже имени именем владеть всем владеть всем владеть это что-то ненормально это психиатрия однозначно уж и так благодарю за внимание еще раз всех вам благ до свидания продолжение следует с вами была галина конышева